Девушки отдыхают Неизвестная война Здравствуйте, я Берт Ланкастер. Действия союзников во Второй мировой войне разрабатывались этими тремя людьми. Уинстоном Черчиллем, Франклином Делану Рузвельтом и Иосифом Сталином. Всего через несколько часов после вторжения нацистов в Советский Союз, Рузвельт и Черчилль объявили о том, что их страны поддержат Советы в борьбе против Германии и сделают все необходимое для победы над Гитлером. Большая тройка встречалась дважды. В Тегеране в 1943 году и в Ялте в 1945. Когда советские и американские и английские солдаты вместе сражались со своим общим врагом, руководители их стран сотрудничали для того, чтобы закончить войну и обеспечить мир для будущих поколений. Результатом усилий союзников была встреча советских и американских войск на Эльбе в Германии. Наш фильм «Союзники». Неизвестная война Ведущий рассказчик Берт Ланкастер, художественный руководитель проекта Роман Кармен, адаптация сценария Род Мэк Кьюин и Фред Виннер, исполнительный продюсер Исаак Клайнерман. Союзники Эта встреча называлась конференцией на высшем уровне. В те дни такое выражение было новым. Перед камерами демонстрировались улыбки и доброжелательность, но репортеры уходили, а проблемы оставались. Эти три абсолютно разные личности были представителями совершенно различных оптицов. Английский аристократ, всю жизнь убежденный антикоммунист. Американский аристократ, с демократическими взглядами. Сын сапожника, лидер партии советских коммунистов. 1941 год В начале 1941 года нацистская армия оккупировала Европу, почти нигде не встретив сопротивления. Казалось вполне вероятным, что Германия сможет получить мировое господство. Затем появился план Барбаросса. 22 июня 1941 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТВ СОВЕТСКОГО НАРОД 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 «ТАЙ gel2» СОВЕТСКОГО НАРОД СОВЕТСКОГО НАРОД Затем через горные перевалы на юг России. За всю зиму Соединенные Штаты оказали солидную помощь Советскому Союзу. Эта помощь составила по советским подсчетам 4% промышленного производства Советского Союза. Существовала другая дорога, через Аляску, через льды и тундру на русский арктический север. Русские пилоты приезжали сюда, чтобы перегонять американские истребители и бомбардировщики по новому и крайне тяжелому воздушному пути. Существовал и третий, самый опасный путь – Мурманский порт. Большую часть пути у конвоев не было защиты с воздуха. Снизу караулили немецкие волчьи стаи подводных лодок. Сверху нацеливались самолеты Люфтваффе. Сверху нацеливались самолеты Люфтваффе. И если корабль тонул, спасались немногие. Вода была смертельно холодной. Весна 1942 года. Лондон получил известие о прибытии некоего мистера Брауна из Москвы. Это был Вячеслав Молотов, народный комиссар по иностранным делам Советского Союза. 26 мая Молотов и представители Англии подписали англо-советский договор о союзничестве. Молотов провел аналогичные переговоры и в Вашингтоне, и увез с собой из Америки такое же соглашение. Надо было ослабить натиск чрезвычайно сильного противника открытием Второго фронта в 1942 году. Союзники понимали, что Второй фронт необходим. Вопрос заключался только в том, где, когда и каким образом. Рузвельт больше, чем Черчилль, был настроен ускорить это событие. Оба они знали, что наступление с моря на оккупированную Витлером Европу будет чрезвычайно трудным. Черчилль имел свои основания для отсрочки. Он боялся, что потери будут такие же, какие Англия понесла в Первую мировую войну, из-за которой он был частично ответственен. Как объясняли его сторонники, Черчилль не мог рисковать. Черчилль сам боялся сообщить Сталину новость о том, что России придется пока воевать без Второго фронта. Русские восприняли бы это как нарушение союзнических обязательств. Потребовались все дипломатические способности Аверала Гарримана, чтобы как-то смягчить ситуацию. Дело было не в отсутствии симпатии к Советскому Союзу. Демонстрация английских рабочих – убедительное свидетельство этому. Советы направили необычного посланника «Дружба» в Нью-Йорк. Снайпер. Она уничтожила более 150 немцев. Перед вами лейтенант Людмила Павлюченко. Людмиле 26 лет. Ее родители дали ей привлекательную внешность и светлую голову, чтобы стать общественным деятелем. Я хочу сказать вам, что мы победим. Нет силы, которая могла бы помешать победному маршу свободных народов. Я – русский солдат. Я протягиваю вам, великим американским солдатам, свою руку. Привет, солдаты! Вперед к победе! Лорд Бивербрух, министр английской промышленности. Настал день, когда мы должны вмешаться. Мы должны поставлять продукты и сырье, хлеб и сахар. Мы должны дать солдат, вооруженных танками и самолетами. Надо открыть второй фронт. На этот чек было закуплено медицинское оборудование для Советского Союза. Настоятель Кентерберийского собора постоянно призывал к сбору средств для помощи русским. Элеонора Розвельт часто выступала на собраниях. Собирались медикаменты и многое другое. И, может быть, самым дорогим и значимым подарком была кровь. Детям, которых американцы никогда не увидят, посылали подарки. Здравствуйте. Мы очень рады быть здесь. И надеемся, что русским детям понравятся наши подарки. Русские понимали значение английско-американской помощи оружием и продовольствием. С благодарностью принимали ее. Но не она сыграла главную роль. Как сказал губернатор Гарриман, мы делали все, что могли. И все же советские заводы произвели большую часть военного снаряжения, необходимого для войны на Восточном фронте. КОНЕЦ Английские рабочие проникали с чувством дружбы к советским людям на концертах, организованных совместно англичанами и русскими. КОНЕЦ Уже в 1943 году советское производство намного превосходило то, что могла произвести Германия. КОНЕЦ КОНЕЦ 1943 год был годом выдающейся русской победы в Сталинграде, успехов на Кавказе, гигантской битвы под Курском, сражений в многострадальном Киеве и по всему берегу Днепра. КОНЕЦ Если дела в России пойдут так, как сейчас, заметил президент Рузвельт в беседе со своим сыном Эллиотом, то, наверное, к следующей весне уже не будет никакой необходимости в открытии Второго фронта. По словам Черчилля, 1943 год стал решающим годом в ходе всей войны. В Москве гремели победные салюты в честь русских побед. Американские и английские войска высадились в районе Средиземного моря, Северная Африка, Сицилия, Италия. Но это не было тем вторым фронтом, которого ждали русские. Союзники разрабатывали планы вступления во Францию, в Лондоне. Русские ждали. Черчилль сконцентрировал войска в Северной Африке под угрозой посягательств немцев на нефть Среднего Востока и захвата ими пути в Индию. Розовельт был серьезно обеспокоен ситуацией в бассейне Тихого океана и действиями японцев в Юго-Восточной Азии. Главы трех государств встретились впервые в ноябре 1943 года в Советском посольстве в Тегераде. Хотя каждый из трех стремился прежде всего служить интересам своей собственной страны, все они искали пути к достижению общей цели – разгрому Гитлера. В частных беседах проводились сравнения, и они были очень болезненные. На каждую немецкую дивизию, сражавшуюся против американцев и англичан, приходилось 10 дивизий, которые вели бои против Советского Союза. Оспаривался также тот факт, что усилия западных союзников отвлекут на себя немецкие дивизии, которые могли бы повлиять на исход сражения в России. Состоялась церемония, которая символизировала их взаимное уважение и дружбу. Меч Сталинграду – подарок короля Георга VI, жителям этого героического города. Соединенные Штаты и Англия провели по радиотрансляцию монолога из классического советского кинофильма «Александр Невский». Мы – русские дети мира. Я, Александр Невский, говорю от имени России, и я всему миру вот что скажу. Если придете к нам с миром, добро пожаловать. Но если придете к нам с мечом и с угрозами, помните старину. Вчера мы еще раз доказали это на льду озера против всей мощи германцев. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. После Сталинграда пришел час возмездия. Субтитры создавал DimaTorzok Мэдисон Сквергарден в Нью-Йорке – манифестация единства и дружбы. Почетным гостем был Андрей Громыко, советский посол в Соединенных Штатах. Он приехал на первое исполнение седьмой симфонии Шостаковича, написанной композитором в осажденном Ленинграде. Дирижировал Леопольд Стаковский. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ 1944 год 1944 год стал началом конца Третьего Рейха. Пришло время расплаты. КОНЕЦ Для советского народа 1944 год стал годом освобождения, годом начала восстановления страны. Для Красной Армии 1944 год стал годом превосходства. Повсюду, от Балтики до Черного моря, Красная Армия наступала. Она пересекала советскую границу, устремившись к Берлину. В освобожденные республики возвращалась жизнь. Кончился кошмар войны, но жива была память о тех, кто сражался и погибал ради победы. КОНЕЦ КОНЕЦ На Украине в течение всего 1944 года существовал маленький островок Соединенных Штатов. Аэродром недалеко от Полтавы. Каждый третий бомбардировщик военно-воздушных сил Соединенных Штатов приземлялся в Полтаве после бомбардировки городов Германии и стран немецких союзников. Б-17. Летающие крепости. Аверл Гарриман Аверл Гарриман, посол Соединенных Штатов в Москве, посетил Полтаву, чтобы присутствовать на приятной церемонии. Американские военные награды вручаются советским летчикам-союзникам. Американцы привезли в Россию еще кое-что помимо военных самолетов. Под Полтавой бомбардировщики перезаправлялись и перевооружались с помощью советских техников с тем, чтобы совершить вторую часть челночных перелетов на базы в Италии. По пути они бомбили стратегические объекты нацистов. Июнь 1944 года, Южная Англия. Наконец-то откроет второй фронт. Командование сделало все, что могло. Теперь все зависело от солдат. Они были готовы. Субтитры создавал DimaTorzok Шла армада войск. Крупнейшее военно-воздушное и военно-морское наступление в истории. КОНЕЦ Полный успех. Сталин прислал поздравления. Пересечение пролива Ла-Манш – это великое событие. Наполеон и Гитлер не смогли этого сделать. Освобождение Западной Европы началось. Теперь многие из них смогли вернуться домой. Через несколько недель танки свободной Франции помогли освободить Париж. В Париже было сформировано новое французское правительство, и Шарль де Голь вернулся после долгих лет эмиграции. Осенью 1944 года Уинстон Черчилль снова прилетел в Москву. Теперь, когда американские и английские войска подходили к краину с Запада, а Красная Армия собирала силы для последнего наступления на Востоке, вопрос заключался уже не в том, можно ли победить гитлеровскую Германию. Этот вопрос был уже решен. Вопрос заключался в том, что делать после поражения Германией. Как для Сталина, так и для Черчилля было ясно одно. Самым мощным государством в Европе сегодня стала Советская Россия. Теперь Черчилль имел дело с новой, бесспорной силой. Прежний баланс сил изменился. КОНЕЦ Это были конвульсии издыхающего. За 9 дней до Рождества 1944 года нацисты бросились в наступление на Западе. Колонны эсэсовских бронетанковых войск прошли через леса в Орденнах в надежде расколоть надвое наступление союзных войск. Четверть миллиона отборных войск, 15 пехотных и 10 танковых дивизий. До того, как их смогли остановить, они убили и ранили около 77 тысяч американских солдат. Немцы потеряли 120 тысяч человек, 500 танков, 1600 самолетов. Черчилль обратился к Сталину с просьбой о помощи. Совершенно секретно, Черчилль Сталину. Буду благодарен, если вы скажете мне, можем ли мы рассчитывать на крупное наступление русских на Висле. Сталин ускорил время наступления русских. Совершенно секретно, Сталин Черчиллю. Принимая во внимание положение союзников на Западном фронте, Генеральный штаб Верховного командования принял решение ускоренными темпами закончить подготовку и, независимо от погодных условий, начать крупномасштабные операции по всему Центральному фронту. 1945 год. 12 января 1945 года Красная Армия мощными силами выступила со своего плацдарма. Этот год станет последним годом войны. Франклин Делану Рузвельт вступил в четвертый срок президентства. Его семья и многочисленные друзья собрались на церемонию инаугурации. В предстоящие месяцы и годы мы будем охранять прочный мир так же упорно, как сегодня боремся за окончательную победу в войне. Месяц спустя Большая Тройка встретилась во второй раз на освобожденной советской территории в Крыму. Это происходило в Ялте. Одна из улиц этого города до сих пор носит имя президента Рузвельта. Жить Рузвельту оставалось уже недолго. Рузвельта Февраль 45-го года, канун последней битвы. Советские войска были у Одера, в 50 милях от Берлина. Американские и английские армии стояли на районе. Оставалась одна военная задача – разгром Японии. В Ялте Советский Союз согласился объявить войну Японии в течение трех месяцев после поражения Германии. Ялта была последней конференцией до атомной эпохи. Главным вопросом в Ялте было обсуждение политических проблем, будущего Европы. Возникали и серьезные споры. К концу этого совещания на высшем уровне атмосфера была оптимистичной. Мы все обязались работать вместе после окончания нынешней войны для того, чтобы обеспечить более счастливую жизнь и рост благосостояния широких масс народа в каждой стране, чтобы народы получили возможность жить в мире, не боясь больше подлой и жестокой агрессии, никогда больше не подвергаясь тяготам войны. Президент Рузвельт выступал перед Конгрессом США в последний раз. Друзья, конгрессмены, американский народ, мы рассматриваем результаты этой конференции как основу для постоянного мира, который мы можем начать строить в надежде на лучшую жизнь для человечества, для ваших и моих детей и внуков, детей и внуков всех народов Земли. Жизнь, которой они могут и должны жить. Долгожданная встреча войск произошла на берегу Эльбы 26 апреля 45-го года. Командир разведгруппы, которая первой вступила в контакт с советскими войсками, Уильям Робертсон. Никогда не забыть радостного чувства, которое охватило нас, когда мы пересекли мост и встретились с советскими солдатами. Это была волнующая встреча, и мы гордились тем, что были там. Все, и американцы, и русские, были необыкновенно взволнованы, обнимались и хлопали друг друга по спине, обменивались сувенирами, дарили друг другу часы, фотографии. Мы отметили это событие, пили шнапс, пили коньяк, который был у русских за здоровье друг друга. Это был настоящий праздник. Все было окончено. Теперь пришло время поздравлений, обмена знаками дружбы, празднований. Маршал Жуков наградил генералов Эйзенхауэра и Монтгомери советскими орденами победы. За всю войну ими были награждены всего 20 человек. В побежденном Берлине восточные и западные союзники маршировали вместе, как братья. Вспоминает посол Гарриман. Красная Армия добилась великолепной победы за счет великих жертв. А русский народ выстоял во всем, во всех страшных испытаниях, которые ему пришлось вынести в Ленинграде и в других городах и селах. Как я уже говорил, мы сражались вместе. Мы с большим уважением относились к совершениям Красной Армии, и я верю в то, что, как сказал маршал Сталин, союзники внесли свой вклад в разгром Гитлера. Я надеюсь, что этот дух сотрудничества между нашими странами, который существовал в годы войны, будет возрожден сейчас во имя мира и благосостояния всего человечества. Уже не отдаются эхом ветра войны, но мы все еще их слышим. Но жизнь идет, растут дети, и поэтому каждому ребенку, который улыбается мне, я тотчас дарю свою улыбку. Для них, для молодых, это была действительно неизвестная война. Им трудно представить ее жестокости, ее ужасы. На войне, когда наступало время тяжелых испытаний, даже незнакомцы становились с братьями. It should be the same. A brand new life for you and me And it's a brand new world As far as the eye can see Неизвестная война Неизвестная война Режиссер Нина Соловьева, Авторы сценария Игорь Ицхов и Джон Лорд Музыка Виталий Гевиксман Ирод Макьюин Слова русских песен Евгения Евтушенко И была так у Джава Директор картины Фабиан Могилевский Звукорежиссер Игорь Гунгер Международный координатор Роберт Эстас Военный консультант Павел Курочкин Историческая концепция Гаррисон Салсбери Производство Совенфильм И Центральной студии Документальных фильмов Директор ЦСДФ Евгений Козырев Вице-президент Совенфильм Александр Суриков Продюсер Константин Калзер Саг Клайнерман Производство Фреда Виннера Airtime International На русский язык Фильм озвучен Союзкино-сервисом По заказу телекомпании НТВ Редактор субтитров А.Семкин